Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Общаясь около года с мужчиной, иностранцем один раз во время женского карантина встретились полчаса, погуляли, потом он улетел, и очередной период ожидания начался для меня. И вот по прошествии полугода он пролетает, описывает вечером приглашение на ужин. Я уже была занята, попросил перенести встречу на следующий день в субботу. На этом мы договорились. В субботу вся в ожидании смс и звонка, но его не последовало отписываю, ему в 23 стужина нервы у тебя в порядке пишет, да, знакомые за город возили на отдых, обсуждали рабочие моменты, планировалось на час, вышло что на день, там в сети не было, чтобы тебе отписать. Ну и тут я не выдержал и высказался очень жестко о том, что поступило натратительно, сеть в пригородах есть везде, он ведь не в пещере был, что неверуемый, что он действительно ласкательный, и слова мужчина должен заслужить делами. В итоге добавилось, что сейчас решила пойти на свидание с парнем, которому ранее отказала, специально сказала и положила в трубку. Понимаете, эти слова были лишними эмоции чрезмерно, но я этого мужчину, я этого мужчину ждала почти год, никого не пропускала к сцепи, ждала встречи, сейчас мы оба молчим, подскажите, пожалуйста, как это всё можно разрешить и как правильно понять. Если я правильно понял, то ситуация заключается в том, что вы с мужчиной общались около года, один раз в полчаса погуляли, а потом он летел, и вы ждали его полгода, и сейчас посторожно произошла эта история. Как мне кажется, да, я не очень, кстати, понял момент про то, что уменьшительно ласкательные слова, откуда это вообще, вот, то есть, как-то это вот внезапно достаточно появилось, на мой взгляд. Я бы обратил здесь внимание, пожалуй, на ваши чрезмерные эмоции и на то, что, судя по всему, вы ожидаете от человека больше, чем он вообще может дать, потому что, ну, вообще-то он, если я правильно понял, не обязан вам ничего и не должен вам ничего. Как бы, то, что вы никого к себе не подпускали и ждали его год, опять же, непонятно, почему вы это делали и всем отказывали, делали ли это вы по какой-то некой своей инициативе, вот, или вы это делали дальше? Значит, значит, именно вот с эмоциональностью, такой чрезмерной с вашими ожиданиями, здесь в первую очередь нужно работать, а именно с тем, каким конкретно образом вы оказались вот в такой для себя ситуации, в такой для себя ситуации, когда, по большому счёту, вы вынуждены были ждать эм, человека, эм, вы были вынуждены, как бы, ну, ожидать его, и эм, так далее, вот. Что есть, как бы, это аспект, на мой взгляд, достаточно важный, да? потому что как бы вы здесь по сути своей описываете историю, описываете ситуацию, где вы находитесь в очень, ну, проигрышной, так скажем, для себя позиции, в очень проигрышной для себя ситуации, вот, и, соответственно, как бы ваши ожидания, они по большому счету ясны и понятны, вот, но ваши переживания ясны и понятны, вот, но, к сожалению, вот, проблематика здесь именно такая, что вы изначально оказались в не очень для себя выгодной позиции, к сожалению, и, соответственно, вот, необходимо разобрать то, как конкретно вы в ней оказались, соответственно, уже, когда вы будете несколько разграничивать, например, себя и мужчину, когда вы несколько будете увереннее чувствовать себя, а не, как бы, ну, подозревать сразу человека в обмане, или говорить, ну, лично для меня вырванные из контекста слова по поводу, как бы, уменьшительно ласкательных слов, да, вот, для, ну, мужчины, вот, это, как бы, вам будет уже проще, ну, как бы, вам будет проще демонстрировать некую свою позицию, так я бы сказал, вот, вам будет проще ее транслировать сейчас, но у вас, вот, к сожалению, как мне кажется, от этой позиции, ну, почти что нет, почти что нет, почти что нет, вот, и, как бы, это очень такой важный, как мне кажется, момент, на который вам нужно обратить внимание. Да, и без пронаботки этих аспектов велика достаточно вероятность того, что ситуация, которая повторилась, по столице, по столице еще, да, вот, то есть будет велика, велика вероятность того, что вы опять, там, там, шпилите, да, и опять, как бы, по-другому не будете знать, не будете знать, да, не будете знать, что вам делать. Вот, что касается того, как вам, ну, в общем, и целом, ну, выходить из-за ситуации, да, то есть вот вы говорите, что мы молчим, а как бы, ну, вот, вы пишите, что вот сейчас мы молчим оба. Собственно, спросите себя, в первую очередь, в первую очередь, почему молчите вы? Спросите себя, в первую очередь, что мотивирует молчать вас конкретно, и молчите ли вы, потому что хотите молчать, или молчите вы по какой-то другой причине, что это вы молчали, какую, что вы говорите, когда молчите, вот, что вы говорите человеку, что человек должен по вашему мнению услышать в ваше молчание, и то ли, что он может услышать в вашем молчании, вы на самом деле хотите ему сказать. Это очень важный момент, как мне кажется. Вот. И, соответственно, уже вот от этого вам не надо сталкиваться. Косвенно, конечно, история о том, что вы молчите, она может свидетельствовать о том, что вы не очень разграни... ну, не очень различаете, различаются свои границы и границы мужчины. Вот. Ну, не очень вот вы их как бы так-то чувствуете, да? Не очень хорошо вы ощущаете это. Если это действительно проблема, то с этим можно и нужно работать, конечно же. А если это действительно проблема? Вот. А если нет, если я ошибаюсь, как бы, ну, относительно вот... видение, относительно видение проблематики, если я ошибаюсь, то кто... в таком случае... вам больше внимания нужно уделять именно своей ответственности, именно своей роли и своему поведению в этом конкретном случае. Вот. Пока что вы демонстрируете чересчур такую ориентированность на... ну, на мужчину. Вот. Что, на мой взгляд, при всём желании не может сказываться позитивно на отношениях. Потому что, вот, уверены ли вы, что мужчины при прочих равных воспринимают вас, ну, вот, так же, как воспринимаете... ну, так же, как вы его воспринимаете. Вот. Уверены ли вы в этом? Вот. Вот. Я нет. Я не уверен. Судя по тому, что вы говорите. Вот. Здесь можно вторым... ну, условно, да. Да, условно, вторым числом здесь можно говорить про... например, то, что, когда вы ему отказали, как вы это сделали. То есть, можно, вот, вторым числом об этом говорить. эм... можно говорить об... о вашей коммуникации в целом. Вот. И можно говорить о том... эм... насколько, помимо мужчины, вы... чувствуете себя актуализированием, реализующейся. Вот. Я бы, наверное... такие бы вопросы... вам бы... позадавал. Да? Ну, то есть, вы себе, вот, постарайтесь их задать... эм... для начала. А уже... эм... уже потом, да, можно будет... эм... если... вы обратитесь за... в психотерапии, да, то... в принципе, уже можно будет потом... и... вам эти вопросы позадавать, и позадавать какие-то ещё дополнительные вопросы. Опять же, ну, если... у вас... эм... возникнет... эм... такая подрядность, такое желание. Эээ... Следующий момент, на который мне хотелось бы обратить ваше внимание... эээ... заключается в... ээ... ээ... том, что... ну, вот, вы... эээ... спрашиваете, да, вот, вы говорите... эээ... про то, вот, как это всё разрешить. Вы... ну, задаёте вот... такой вопрос, как это всё разрешить. эээ... а... что конкретно вы... хотите разрешить? эээ... то есть, ну, мужчина... эээ... он... как бы... поступил так, как поступил, судя по вашим... эээ... словам... эээ... эээ... по вашей реакции, поступил он... эээ... неприемлемо... для вас. эээ... вот, эээ... и... ну, вопрос... эээ... мой вопрос... ээээ... по крайней мере, ээээ... в том... ээээ... что вы готовы его уже простить или что? Для чего вы... ээээ... ну, какой вы... как... каким вы видите... эээээ... значение вот вашей реакции... в данном случае? эээ... его проучить? эээ... свою позицию вы... вырастить? эээ... или, может быть, что-то ещё? Потому что исходя из логики вашего текста, я бы сказал, что поскольку он совершил действия, которые вы считаете неприемлемым, и если он знал о том, что с вами так поступать нельзя, если он знал то, что вы ему говорили, например, про уменьшительно ласкательные слова мужчины, если он знал, что для вас так важно его увидеть, если он знал, что вы ждали его, там, никого не пропускали к себе, я, правда, не понял, для кого вы это делали, но неважно, если для него ваша получасовая встреча имела такое же значение, что и для вас, то он должен написать вам первое. Вот и всё. На этом, я думаю, можно, в принципе, мой ответ закончить. Я боюсь, что, ну, как бы, всё, что я скажу в дальнейшем, ну, всё, что я мог бы сказать дальше, будет просто догадками, и мне бы не хотелось заниматься, ну, условно говоря, какими-то догадками, да, в данном случае. Вот, мне кажется, что вы этого не заслуживаете, мне кажется, что вы заслуживаете большего, вот, поэтому, соответственно, мне бы не хотелось мучить вас с какими-то догадками, какими-то думыслами и прочим. Мне бы хотелось всё-таки, наверное, работать, если мы говорим о работе, более конкретно, более предметно, так, чтобы, ну, вот, в какой-то степени, как, по крайней мере, я надеюсь, конкретно уже работать с вашей проблематикой, понимая, что для вас является проблематикой. Вот, поэтому я бы сказал, я бы сказал так. В заключении, я хотел бы обратить ваше внимание к модели женского поведения, которую вы продвигаете, и к тому, насколько вам модель женского поведения соответствует вам, вашей природе, насколько она вам естественно даётся, вот, ну, допустим, да, вот, как такой вариант, например, насколько естественно вам она даётся, и насколько она откликается мужчине, то есть, вот, вообще совпадают ли у вас модели гендерного поведения. Вот, это, мне кажется, достаточно важный момент, потому что, если полуролевые модели не совпадают, то у нас возникают определённые проблемы. На этом всё. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо. Спасибо. Спасибо.